Георгиевский собор, как с картинки работы юных участников, ежегодной выставки «Пасхальный свет» и радость поражают мастерством исполнения. В этом году их немного, и это неудивительно. Участники просто не успели их привезти в Захарова, так как был введен режим самоизоляции. Действительно, этот конкурс такой популярный вообще в нашем Одинцовском округе, и очень большое количество принимает в нем участие детей, подростков, педагогов, учреждений. И не хотелось бы, конечно, чтобы в этом году конкурс как-то вообще не прошел, поэтому я думаю, что мы его обязательно перенесем на то время, когда уже будет немножко посвободнее и поспокойнее. Пока прием работ приостановлен, но обязанности у специалистов Захаровского дома культуры и Пушкинской школы остаются прежними – ежедневные уроки и мастер-классы, но только в режиме онлайн. Для меня это очень интересный опыт, и мне кажется, это шикарная площадка для большего охвата аудитории, которая может принять участие и в мастер-классах, и может принять участие в наших уроках каких-то. Кто-то, может быть, не знает о том, что у нас есть такое объединение, а посредством социальных сетей, вот этих вот видеоуроков, они узнали о том, что у нас есть, и я думаю, что поток участников творческих объединений у нас увеличится, когда откроются двери. В этот раз для своих воспитанников и подписчиков Тамара приготовила мастер-класс по созданию пасхальной открытки. По мнению Томы, он станет отличным подарком в светлый праздник Пасхи. Кстати, процесс изготовления прост, и еще одно преимущество – минимальный набор материалов. Очень много просмотров наших роликов. Есть отзывы от профессионалов по вокальному уроку, есть отзывы прекрасные по мастер-классам, по литературным нашим видеовыставкам каким-то. Библиотека активную деятельность ведет как библиотечную, так, собственно говоря, и творческую, и тоже есть приятные отзывы. Вообще, очень здорово, что людям интересно, и люди делают, занимаются и присылают какие-то свои отчеты о том, как они это сделали, что у них получилось, что вышло. Мы с радостью публикуем это у себя также в сети Инстаграм с пометочкой, что вот они принимали у нас участие. Технология изготовления проста. Тамара считает, самое главное, чтобы мастер-класс было легко повторить в домашних условиях. Не привлекает дополнительных ресурсов. Я надеюсь, вам понравилось, у вас все очень здорово получилось. И до новых встреч! Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.